СПАНБОНД Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале Процветок, меня зовут Русский Иван. И мы сегодня поговорим о спанбонде, а именно о том, как мы можем использовать спанбонд при выращивании рассады. Существует множество способов организации контейнеров для выращивания рассады. Это могут быть специальные торфяные горшочки, это могут быть специальные пластмассовые контейнеры. Это замечательно, может быть какая-то пластмассовая посуда, бывшая в употреблении, те же стаканчики или остатки от стаканчиков йогурта, или молочные коробки и так далее, и так далее, и так далее. Вторая жизнь предметов, это замечательно. Даже втулки от туалетной бумаги рекомендуются в качестве контейнеров для рассады, и все это имеет право жить. Я же вас познакомлю с изготовлением контейнеров для рассады вот такого собственного изобретения. Для этого мне понадобится спонбонд, степлер, это не обязательно, я скажу о чем идет речь, и земля, и все, больше ничего не нужно. К преимуществам этого способа можно отнести то, что вы контейнер можете сделать такой формы и такого размера, как вам необходимо под ваши нужды. Существуют мифы о спонбонде, и один из мифов, который важен для нашей работы, то, что спонбонд в одну сторону пропускает воду, а в другую не пропускает. На самом деле это не так. Если спонбонд намочить, то он пропускает воду в обе стороны. Поэтому какой стороной мы будем изготавливать наш контейнер, не имеет никакого значения. На это не стоит обращать внимания. Еще один нюанс. Спонбонд бывает разной плотности. Более плотный и менее плотный. В принципе, для изготовления контейнеров подойдет спонбонд средней и более высокой плотности. Слишком тонкий брать не надо, он может постепенно разрушиться. Еще одна особенность спонбонда в том, что он может быть белого цвета, а может быть черного цвета. Для контейнеров пригоден и тот, и другой. Говорят, что черный спонбонд даже лучше, потому что он не пропускает цвет корня. Но на самом деле контейнеры будут установлены так плотно, что это не имеет никакого значения. К очевидным преимуществам спонбонда можно отнести его хорошую проницаемость. Благодаря тому, что мы наши стаканчики будем устанавливать в такую форму без дырок, пластмассовую, мы в ней будем контролировать уровень воды. И мы совершенно исключим верхний полив нашей рассады. Мы будем поливать исключительно в посуду. И влака будет просачиваться с питательными растворами сквозь спонбонд непосредственно к корням. Ну и еще одно очень важное свойство спонбонда, которое нам поможет, это то, что этот материал обеспечивает прекрасное дыхание корням. Это то, чего зачастую корням не хватает в пластмассовых контейнерах, особенно если вы изготавливаете их сами. Маленькие дырочки, недостаточные рации, корни иногда задыхаются, развиваются болезни, рассада наша не растет. Итак, технология приготовления очень простая. Из спонбонда вы вырезаете кусочек, такой примерно чуть больше, чем ожидаемый размер контейнера. С помощью степлера, или с помощью иголки можно зашить, или с помощью швейной машинки можно зашить. У кого какие ресурсы, кому как больше нравится. Вы организуете дно и боковину. Затем контейнер выворачивается, и у нас получается вот такой вот мешочек. Его можно делать узким и длинным, тогда вы очень много рассады поставите в один объем. Можно сделать его пошире и пониже, но то есть все зависит от того, какая конструкция вам наиболее удобна. Если вы хотите сделать контейнер чуть более устойчивым, вы можете вырезать кружок по размеру дна вашего контейнера, и он придаст ему такую дополнительную устойчивость. Все, что вам остается сделать, это наполнить этот контейнер землей и посадить сюда рассаду. После того, как вы наполните полностью ваш объем такими контейнерами, вам его надо полить и оставить на несколько дней, но для того, чтобы земля усела. И если где-то в какой-то контейнер необходимо добавить земли, то, соответственно, можно будет это сделать и своевременно досыпать. После того, как вы заполнили этот объем полностью, мы можем приступить к пикировке сюда рассады, о чем мы поговорим с вами в следующем нашем выпуске. А сейчас я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы, обсуждайте наши темы в форуме, и жду вас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok